Чистцовское территориальное управление. Это 7800 жителей и 18 населенных пунктов. Большая часть – военные городки. С 1 июня по 9 ноября в социальных сетях и на портале Добродел местные пользователи оставили 58 сообщений. Отсутствие отопления, перебоя с горячей и холодной водой, а также дорожного покрытия. В этом году особое внимание в территориальном управлении уделили благоустройству, создали дополнительное парковочное пространство, пешеходные переходы, сделали освещение. Ямочный ремонт, запланированный на этот год, выполнен в полном объеме. В Гарь-Покровском появилась полноценная зона отдыха. Было закончено благоустройство зоны отдыха, установлены дополнительные фонари освещения, а также завершено устройство пешеходных дорожек. По этим вопросам спасибо МБУ. Заметные перемены произошли и в Покровском городке. Предстоящую зиму жители бывшего военного городка встретят в тепле. Там была установлена модульная котельная. Правда, она, я вам докладывал, работает на солярии до сих пор, на газ не переведена. Были, как планированы, пробыли дополнительные артезианские скважины, то есть люди с водой, с теплом. Три спортсменки в сборной России по софтболу из часцов тренируются в местной команде. К слову, спортивные площадки здесь, в каждом дворе. А вот современного стадиона жителям не хватает. Уже делить этому внимание, постараться во все существующие на сегодняшний день программы по стадионам тоже попасть. Федеральные или областные. Но в часах стадион тоже давно необходим. Более того, что он находится в самом центре, рядом с площадью, рядом с Домом культуры. Это будет очень хорошая точка притяжения. Еще одной точкой притяжения в часцах станет парк, который должен появиться рядом с культурно-спортивным центром. В следующем году ожидают перемены и сам КСЦ. Глава Одинцовского округа подчеркнул, что для реализации намеченных планов по возможности будут перераспределены необходимые ресурсы. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.